Музыка Всем привет! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, господа и дамы! Если есть такие среди дам, есть такие, которые смотрят монологи про рок-музыку. Дамы вообще наши не очень любят рок-музыку в массе своей. Ну, это просто жизненное наблюдение. Жизненное наблюдение, да. Я заговариваюсь. Ну, это бывает, что разного возраста люди по-разному заговариваются. Зачем это я сказал, не знаю. Ну, в общем, здравствуйте и спасибо вам за то, что смотрите вот эти вот мои выступления, за то, что пишете комментарии. Читать их интереснее с каждым днём становится, потому что их всё больше и больше. Всё больше мнений, всё больше споров, всё больше оскорблений. А это кайф. Рок-н-ролл, как же, иначе может быть. Никак не может. Вот так. Вспомнил я о том, что просили неоднократно меня показать пластинки группы Queens of the Stone Age. Показываю. Одну из них. У меня их достаточно много. И эту группу я люблю много лет достаточно. И люблю настолько крепкой любовью, что даже критиковать её я не в состоянии. Потому что она мне нравится конкретно, просто, вот целиком. Вот, как сказано в одном фильме, что не напишет, всё бесподобно. Джошуа Оум или Джошуа Хоум или Джошуа Хоума. По-разному его фамилию произносят. Ну, это ничего, потому что ещё в одном отечественном сериале есть такая сцена, когда папа, производитель русской водки, спрашивает у предполагаемого жениха своей дочери. Ты английский знаешь? Жених испугался и говорит, нет, не знаю. Молодец, говорит, производитель русской водки. Вот, так что, да. Ну, пускай будет Джошуа Хоум. Это один из моих героев. Один из прекраснейших, на мой взгляд, гитаристов, музыкантов, авторов, певцов. И не скажу, что шоуменов, потому что, ну, хотя, с другой стороны, этот образ Джошуа Хоума на сцене, настоящий такой современный ковбой, как написал один критик с лицом Дольфа Лунгрена, похож. На кого он не похож, он не похож на рок-звезду. Вот что мне больше всего импонирует в нем, это абсолютная непохожесть на рок-н-ролльщика такого. Хотя, Queens of the Stone Age – это одна из немногих групп, одна из немногих групп, которые играют до сих пор, сохранив тот самый рок-н-ролл, который мы все любим, сохранив рок-музыку, сохранив тяжелый рок, который настолько себя уже изжил, что без улыбки слушать его невозможно просто. Ну, я имею в виду те группы, которые в наше время пытаются играть что-то такое а-ля Black Sabbath, а-ля Deep Purple, а-ля Led Zeppelin, но это уже совсем никуда просто все. А Джо Шаум не такой, он играет тяжелый рок, тяжелый рок, но абсолютно новый, абсолютно по-своему, совершенно своим звуком, ни на кого не похожим, и честь ему и хвала за то, что он придумал, сотворил, можно сказать. Что значит придумал? Придумывать это от лукавого все придумывать. Звук рождается в процессе игры, в процессе репетиций, в процессе выступлений, в процессе записи. Он рождается, он получается, и когда он резонирует с человеком, который его извлекает, этот звук, тогда получается настоящее искусство, и получается стопроцентное оригинальное звучание. Это очень большой кайф. Как он этого достигает, я не знаю. Случилось так, что Queen's of the Stone Age я услышал не сразу. Первая группа с Омом, которую я услышал, это была группа Eagles of Death Metal, которая у меня тоже есть, я обязательно про него расскажу. Потом уже появился у меня Queen's of the Stone Age, а потом появился КАЭС. В таком хаотичном порядке, казалось бы, нужно начинать было с КАЭС, но тем не менее, вот этот пазл сложился, и всё, что делает Джоша Ом, для меня это просто полный кайф. Я вам покажу пластинку Songs for the Death, песни для глухих, 2002 года, это третий альбом Queen's of the Stone Age. Dave Grohl здесь играет на барабанах. Вообще, эта группа, она, ну, можно сказать, не имеет постоянного большого состава, потому что практически в каждой пластинке музыканты меняются, приходят из разных групп, других очень хороших, как здесь, например, из Screaming Trees, Марк Ленеган поёт и сочиняет половину песен. Ну, поёт он не во всех песнях, но кое-где. Я не говорю там про Aero Bulgaris и другие пластинки. Но Джошуа Ом делает так, что это звучит всё равно, как Queen's of the Stone Age, как будто это, ну, как будто это Beatles, неразрывный коллектив единомышленников, которые из года в год, из альбома в альбом, делают свою музыку оригинальную, не похожую ни на кого. Присутствие музыкантов из других групп, оно не читается, как присутствие гостей. Которые украшают или там разнообразят как-то вот эту музыку группы. Они органично абсолютно вливаются в звучание и в концепцию Джошуа Ома. Это очень здорово. И здесь, ну, здесь я уже сказал, что Марк Ленеган и Дэйв Гролл. Дэйв Гролл здесь барабанит Ого-го-как. Джошуа Ом пригласил его на запись и в тур. Гролл даже отъездил в тур с этими песнями вместе с Queen's of the Stone Age. И Гролл говорил, я уже давно не садился с барабанной, я уже давным-давно играю на гитаре и пою. Ничего. Сказал Ом, мастерство, не пропьешь. Так и получилось. И Гролл здесь играет, конечно, такой гранж, настоящий, высоко техничный, при этом фантастический барабанщик. Один из самых моих любимых барабанщиков современных, наверное, Гролл. А Гролл сказал, что это здорово, я с удовольствием поиграю, если возьмешь с отсутствием практики. Мне так надоело быть фронтменом и лидером группы, я так от этого устал, что с удовольствием посижу с установкой. И получилось очень кайфово. Ну, что касается пения, тоже все поют по очереди. И Ланеган поет, и Оливери поет, и Джошуа Ом поет. Но это опять-таки не выглядит, как будто поют разные люди. Полная концепция, такое монолитное ядро, вокально-инструментальное получается. В первые вещи Оливери орет страшным голосом, и первая вещь так заводит, мгновенно, с первого такта, со второго такта, просто дикий драйв. Вот эта песня You think I ain't worth a dollar, but I feel like a millionaire. Give me some more, give me some more. Оливери орет, и Грол играет свои фантастические гитарные рифы с таким жутким, гладким, плотным, мощным, как отполированная сталь звуком гитары. Точнее, не как отполированная сталь, а как чугунная болванка, наверное, ровная такая, ровная, отполированная тоже, но чугунная. Сталь – это вот эти металисты, жужжащие, вот эта вот хрень вся собачья. А здесь чугунная поступь чугунных болванок, оживших. Вот болванки ожили, и так иногда очень быстро. И вот так играет примерно Джошуа Ум. Про него сказал кто-то, не помню кто, один из известных музыкантов, что Джошуа Ум – это один из немногих гитаристов, которые по-настоящему умеют играть на гитаре в нашем отечественном рок-н-ролле. Ну, под отечественным я подразумеваю весь земной шар. Потому что музыка, рок-музыка – это новая эсперанто. Это язык, на котором говорят люди всех национальностей абсолютно, и понимают друг друга с полуслова, с полуноты даже. Что такое полунота, я не знаю, но пускай будет. Следующая песня «No One Knows». Очень интересная. Она демонстрирует тот факт, что Джошуа Ум – прекрасный автор поп-песен. Отличный попсовик. Как автор. Как автор мелодий. И рифов. И, собственно говоря, песен. Потому что песни – это не только мелодия, это все вместе. И аккомпанемент, и все остальное. И подача, и аранжировка. И вот эта песня «No One Knows» в исполнении «Scorpions», например, она была бы жуткой пошлятиной. Жуткой, радийной пошлятиной, которую, не знаю, перепевали бы все певцы вплоть до певцов шоу «Голос» отечественного. Вот этого вот, вот этого вот. Не буду даже говорить. Настолько эта песня, она цепляющая по-попсовому. но здесь она сделана убойным, убойным, вот я буду произносить слово рок-н-роллом, потому что многие сразу вспоминают там Элвис и Пресли, Чак и Берри, а, рок-н-ролл, да-да, нет, рок-н-ролл с большой буквы, большая рок-музыка, тяжелый, это тяжелый рок, и вот этот гитарный хук, скажем, тату-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот сыграя его другая группа, это было бы ужас. А здесь это настолько цепляющая, хорошая, тяжелая, драматичная и спокойная в вокале вещь, что, конечно, это, ну, я не скажу, что это номер один песня из альбома, но, тем не менее, она безумно хороша. Она безумно хороша. First is Gibbons мог бы быть панк-роком но панк-рок это слишком мелко для джошуа ума это грандиозная грандиозная как и многие другие песни грандиозный тяжелый рок очень быстрый со сменой темпа и ритма и динамики но очень интересно song for the dead dead и dead от dead song for the dead есть песни еще на четвертой стороне двойника это просто эпос это просто тяжелый гитарный эпос с отличным бокалом с прекрасными мелодическими находками но если говорить о тяжелом роке а группа играет тяжелый рок просто современный свой не похожий ни на кого другого здесь все про именше я там даже начал говорить вот чем отличается эта группа и чем она мне нравится в отличие от большинства так называемых тяжелого роковых групп что здесь нет вот этой клоунады идиотской который в тяжелом роке просто уже душит меня со всех сторон вот вот эти вот крики красивые позы вот это вот все вот эти вот вот это вот вот это дерьмо здесь мужчины спокойно в клетчатых рубашках играют и без 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 идиотских бород зизи топ да как там тоже мужчина играют в шляпах вот это клоунады цирковой здесь нет и духа даже и и вокал везде спокойно и несмотря на ревущую музыку драйвовую рифовую гитарную вокал всегда очень спокойный очень ровный пропевается мелодии но не спокойный такой аля-ля-ля-ля спокойно а спокойный вот так вот примерно как я сейчас говорю вот такой вот вокал вот такой только чуть с другим тембром чуть-чуть совсем да в общем очень круто the sky is fallen еще один эпос тяжелый роковой очень красиво спетой очень хорошая мелодия и мощнейшие рифы six shooters следующий номер странный такой выплеск выплеск сумасшествия сумасшествие копилось копилось внутри вот на протяжении всех этих песен относительно спокойных по вокалу да и мощных внутри на лицо ужасные добрые внутри да только наоборот а здесь выплеск сумасшествия это даже не панк-рок это панк-рок в кубе или 25 степени это зверство настоящее стопроцентное тысячепроцентное которое может отвратить даже неподготовленного слушателя от этой группы если он впервые услышит эту пластинку хэндин 3 замечательный номер с отличным гитарным соло гитарных соло очень мало здесь что мне нравится тоже потому что гитара играет очень хорошо дико профессионально просто идеально но вот эту вот хрени нигде нет а здесь душа он показывает что мы можем по всякому и такой шизофреническая не длинная соло хэндин 3 а это просто прекрасно следующие две песни go with the flow и gonna live you они могли бы быть написаны и спеты группой kings шестьдесят седьмом шестьдесят девятом годах то есть по сути это такой big beat английский англо-американских расскажем но он остался только в голосовой линии все остальное это нормальный queens of the stone age как сказать ракешник я не знаю понятно ли я изъясняюсь но это очень интересно необычно вот это поп мелодия и под ней лежит грандиозная гранитная тяжеленная плита тяжелого рока это очень интересно очень здорово ну и дальше do it do it again got is got is in the radio страшная психоделическая тяжелая странная песня и надо love song это просто откровенное издевательство на мой взгляд но хорошее взрослое мужское с настоящим юмором song for the death наконец-то для глухих с отличными гитарными солирующими оркестровыми практически штуками и mosquito song акустический номер с оркестром со струнными с духовой секцией но настолько психоделический начинается серьезная как бы психоделическая штука превращается в сплошное издевательство над старыми вот этими хиповскими историями в общем пластинка шикарная ее можно сравнить и не я один на критике сравнивать с широкоформатным фильмом так оно и есть song for the death queen's of the stone age пошел пить пока